По моему мнению, это самый лучший вариант для тренировки лыжников. Лыжная тележка – это отличное средство для тренировок лыжников. Итак, что мы имеем? Три средства подготовки. Лыжный тренажер, лыжный эспандер и лыжная тележка. Давайте подробнее разберем, какие тренировки можно выполнять на каждом из них. Друзья, всем привет! Меня зовут Антон Суздалев, и я вас приветствую на нашем канале, где мы говорим про бег, гонки с препятствиями и лыжные гонки. В сегодняшнем выпуске я вам покажу и расскажу, как можно выполнять специальные силовые тренировки для лыжников в домашних условиях, и что для этого нам понадобится, и как можно оборудовать зал в домашних условиях. Итак, погнали! Мы находимся у меня на балконе, это такой импровизированный тренажерный зал. Оборудовать его можно достаточно в компактных условиях, для этого достаточно всего несколько квадратных метров. Основа всего это у нас вот такая вот шведская стенка. У меня это обычная шведская стенка, которая крепится в распор, в упоре на потолок и пол. То есть не надо делать какие-то отверстия, не нужно ничего сверлить, не надо портить стены, либо потолок. Все собирается достаточно быстро и удобно. Здесь есть сама шведская стенка, есть турник, на котором можно подтягиваться, есть вот такие вот откидные брусья, где можно отжиматься. Вот. Здесь у меня навешаны различные резиновые спандеры, различные жесткости, на которых можно выполнять силовые для различных групп мышц. То есть они могут заменить вам любой тренажер, который вы можете найти в фитнес-зале. Здесь есть различное подвесное УСЕР оборудование, на котором я подтягиваюсь, укрепляю свой хват. Ну и, конечно, здесь есть также функциональные петли TRX. Ну и, конечно, на шведскую стенку у меня крепится лыжный тренажер. Это тренажер R-Colina. Итальянский тренажер. По моему мнению, это самый лучший вариант для тренировки лыжников. Он максимально имитирует одновременный ход и попеременный ход. Отталкивание идет первоначальное максимальное усилие, и потом он потихонечку разгоняется. Это достигает за счет того, что здесь стоят магниты, и за счет них выставляется сопротивление. Сопротивление здесь регулируется вот таким вот рычажком. И этот тренажер пойдет для лыжников любого уровня. То есть как начинающим, так и продвинутым спортсменам. Также и существуют российские аналоги. Возможно, даже есть на магнитах, я не видел. Но большинство их сделаны за счет лопастей. То есть там стоят лопасти, и за счет сопротивления воздуха получается сопротивление. То есть выдается нагрузка. Тот тренажер более шумный, но минус R-Colina в том, что этот тренажер достаточно дорогой. А российские аналоги, наверное, дешевле почти в два раза. Также самый доступный вариант, это вот такая вот лыжная резина, лыжный эспандер. Я его также креплю на данную шведскую стенку. Кстати, в прошлых выпусках вы можете найти, как правильно работать на лыжном тренажере. Также можете найти упражнения, которые можно выполнять с лыжным эспандером. И вы найдете данные выпуски в подсказках. Также ссылочки я оставлю в описании, если вам интересно. Плюс данного тренажера в том, что также можно на нем выполнять работу как по переменам бесшажным ходом, так и одновременно бесшажным ходом. Если вы уже более продвинутый лыжник, вы умеете технически правильно выполнять все тренировки на данном тренажере, вы уже достаточно физически окрепли, то можно разобразить свои тренировки, катаясь на роллерах дома. Как бы это ни звучало смешно, но да, эти тренировки можно выполнять. Для этого нам понадобится небольшой такой пандус, либо доска, как вы можете назвать. То есть уклон, куда мы будем вставать на наших коньковых роллерах, где нет стопора. И тренироваться, имитируя одновременно бесшажный ход. К сожалению, только вы сможете делать это одновременно бесшажным ходом, потому что по переменам бесшажным ходом это сделать невозможно. Для этого нам понадобится вот такая доска. Длина доски 1,55 м, ширина 50 см. Длину можно, конечно, укоротить, достаточно будет 1,20 м, но я подбирал себе, чтобы она была более универсальная. И сделал такой длины. Сделана она из обычной фанеры. Толщина фанеры у меня здесь 6 мм. Сверху такие вот два крючка, это обычные мебельные крючки, которые продаются в любом строительном магазине. И поскольку фанера достаточно тонкая, здесь она крепится у меня на каркас. Каркас выполнен из старой лыжной тележки. Про нее я расскажу вам поподробнее позже чуть-чуть. И снизу, снизу, снизу есть вот такой вот брусочек, который не дает нам уезжать назад, если вдруг мы остановились. И можем просто на роллерах упереться, тем самым вы не упадете. То есть, если не будет данного брусочка, вы просто выкатитесь за пределы доски и сможете упасть. Вот, это сделано для вашей безопасности. Также можно упростить эту конструкцию, сделав ее из более толстой фанеры. Допустим, из 12-мм фанеры или 14-мм фанеры она уже будет более жесткая. И вам не придется сделать какие-то дополнительные ребра жесткости. То есть, вы просто положите фанеру на какую-то возвышенность. Кстати, у меня вот здесь вот данная конструкция крепится на возвышенность из тележки. То есть, это... Сейчас я вам про нее расскажу подробнее. Высота возвышенности у меня составляет 30 см. На самом деле, это достаточно высоко получается. И нагрузка получается очень интенсивная и тяжелая. Мне приходится закручивать тренажер почти что на самую максимальную жесткость. Это на шестерочку. И на этой жесткости уже тянуть. И, соответственно, нагрузка получается интенсивная. Пульс сильно повышается. Потому что приходится постоянно интенсивно работать, чтобы не упасть. А если вы будете это делать на более пологом... То есть, будете ставить доску чуть-чуть ниже, будет более пологий угол. Соответственно, можно здесь и поиграть с нагрузкой. То есть, поставить более легкую нагрузку. И, соответственно, сама общая нагрузка у вас будет менее интенсивная. Вот. Поэтому, про что я говорил, что такие тренировки подойдут уже более продвинутым лыжникам. У кого уже техника полностью сложилась. И вы выросли в плане силы. Вот. Помимо данной приблуды, у меня также есть лыжная тележка, про которую я рассказывал вам. У меня лыжная тележка. Это уже такая специальная заводская версия. Вот. Выполнена она из алюминия. Здесь две алюминиевые направляющие, которые между собой соединены. Длина ее где-то метр восемьдесят. Сверху есть вот такие вот два крючка, которые позволяют крепить ее, например, на шведскую стенку у меня. Вообще, в конструкции идет дополнительный упор. Но, чтобы не занимать личное пространство, я ее креплю на шведскую стенку. Тем самым, я могу регулировать свою нагрузку. Поэтому, чем выше ставим мы данную тележку, соответственно, нагрузка у вас будет больше. И, соответственно, если будете пускать ниже, угол нагрузки у вас, то есть нагрузка у вас будет меняться, будет более легкая. Также можно ее поставить на подоконник, либо на стул, на диван. Это я также делал дома. Но главное, чтобы у вас была она крепко закреплена. То есть вы не сломали свой стул, либо подоконник и не травмировались. Вот. Как я сказал, что это уже заводской вариант. Да, на эту тележку используют лыжники и пловцы. Это специальный тренажер, который можно купить в интернете. А если у вас нету возможности, поскольку этот тренажер достаточно, наверное, дорогой, по цене я не скажу. Вы можете сделать данную тележку дома, в домашних условиях. Как я уже сказал, вот. Вы можете взять два деревянных бруска. Это, кстати, вот каркас от старой моей тележки. Толщина бруска 40 на 60 миллиметров. И длина была 3 метра. Это стандартный брусок, который вы можете купить в строительном магазине. Он уже зашлифованный. Вам даже его не надо красить. То есть ничего не будет, никакой грязи. Вы его просто пилите по краям. Как я уже здесь вот сделал. И за счет вот этих двух брусочков вы между собой скрепите. Соответственно, вы по длину можете подбирать, а в зависимости от ваших условий, какие у вас есть дома, чем длиннее тележка. Соответственно, тем на ней будет комфортнее тренироваться. Но минимальная необходимая длина это где-то 2 метра. Вот, поскольку подсказывает моя практика. А принцип работы данной тележки, я вам не рассказал. Сверху кладется вот такая вот доска с колесиками, роликами. Доска здесь достаточно тяжелая, достаточно толстая. И здесь прикреплены вот такие вот ролики. Их тоже можно приобрести в строительном магазине. По бокам есть вот такие вот упоры. То есть, ролик не просто плоский, ровный. А здесь такая стеночка, которая не дает ролику, когда вы катаетесь на доске, уехать в сторону. Соответственно, он может кататься только вверх-вниз. Вверх-вниз. Вот. Заменить эти ролики вы можете, если у вас есть старые коньковые ролеры. Можете их просто приделать к фанере. То есть, вы купите кусок фанеры и к ней приделаете либо такие вот ролики, либо старые ролеры коньковые. Только главное сделайте направляющие, чтобы у вас ролеры не уводило в сторону. Вообще, лыжная тележка – это отличное средство для тренировок лыжников. Ее лыжники используют в своей подготовке достаточно давно. Я, сколько себя помню, столько вы на ней тренировались. До этого мои родители также выполняли тренировки на ней. До этого это были обычные какие-то самодельные доски. Сейчас это уже стало, вошло в производство. То есть, можно купить отдельный специальный тренажер. Если у вас нет возможности купить тренажер, то вы можете делать это самостоятельно. У вас на это уйдет всего несколько тысяч рублей. Но, как я повторюсь, это отличный тренажер для тренировки лыжников. Этот тренажер уже более узкоспециализированный, нежели лыжный тренажер, либо лыжная резина. Поскольку на лыжной резине мы можем выполнять какую-то аэробную нагрузку, можем выполнять какую-то специальную работу, интервальную, либо темповую, силовую, либо скоростно-силовую, то здесь, на лыжной тележке, мы можем делать только силовую работу различной направленности. И давайте сейчас я вам подробнее расскажу про те тренировки, которые можно выполнять на лыжной тележке и на лыжном тренажере. Итак, что мы имеем? Три средства подготовки. Лыжный тренажер, лыжный эспандер и лыжная тележка. Давайте подробнее разберем, какие тренировки можно выполнять на каждом из них. Все эти тренировки я выполняю сам и выполняют спортсмены, кого я тренирую. Мы включаем эти тренировки уже в наш тренировочный процесс не один год, и они отлично себя зарекомендовали на протяжении всего этого времени. Все три средства подготовки доступны многим любителям лыжных гонок. Наверное, за исключением лыжного тренажера, поскольку он достаточно дорогой. Но его можно успешно заменить тренировками с использованием лыжного эспандера. И прежде чем рассказать про тренировки, которые можно выполнять на лыжном тренажере, я вам дам общие рекомендации перед их выполнением. Первая рекомендация. Обязательно работайте с пульсометром, то есть отслеживайте свой пульс. Но помните, что ваши показатели, которые вы измерили на беговой дорожке, либо сделали тест на стадионе, ваши показатели пульсовые будут отличаться от пульсовых зон, которые нужно использовать, когда вы тянете лыжный тренажер. А поскольку уровень панно на руках и на ногах у нас будет отличаться. Например, у топ-лыжников здесь будет разница минимальная. А вот уже у спортсменов-любителей здесь будет достаточно большая разница. В некоторых случаях это может достигать в уровне панно 20, а даже 30 ударов. Поскольку руки у многих спортсменов-любителей будут являться лимитирующим фактором. Поскольку у нас руки, в отличие от ног, развиты значительно хуже, они будут быстрее уставать, будут закислять и будут лимитировать наш результат. Поэтому прежде чем начинать тренироваться на лыжном тренажере, я рекомендую сделать небольшое тестирование. Аналогично тому, что мы выполняем бегом на лыжном стадионе. Это можно сделать в домашних условиях. То есть вы определите примерно свой уровень панно и от него выстроите свои пульсовые зоны, с которыми вы будете тренироваться на лыжном тренажере. Если вы тренируетесь равномерно, то здесь можно ориентироваться на свою отдышку. Это самый примитивный и общедоступный способ. Следующее, это обязательно надо брать на тренировку питье. И регулярно, каждые 15-20 минут, выпивать небольшое количество воды, а лучше всего изотоника. Используйте на тренировках обязательно перчатки, чтобы не дотереть свои руки. Возьмите на тренировку также полотенце, чтобы вытирать пот, если вы вдруг будете потеть. По возможности снимайте свои тренировки на видео, чтобы потом разобрать свои технические огрехи, а либо показать тренеру, либо встаньте рядом с зеркалом, если есть такая возможность, чтобы смотреть на себя со стороны и корректировать свою технику. Если вы смотрите какой-то фильм, либо какой-то обучающий контент на ютубе, например, наш ютуб-канал, можно взять беспроводные наушники, чтобы вам было удобно тренироваться и проводить время с пользой. При выполнении упражнений, когда идет такая мощная работа, можно пробовать себя привязать в районе тазобедренного сустава на веревку, либо резину, которая будет сзади привязана как якорь. Тем самым ваш таз не будет уходить сильно вперед, поэтому вы сможете более акцентированно подавать корпус вперед, не боясь упасть. То есть будет идти более техничная, акцентированная работа. Ну и конечно, прежде чем начать выполнять какую-то специальную работу на лыжном тренажере, в первую очередь нужно уметь выполнять все упражнения технически правильно. Иначе вы будете замыливать свою технику, то есть у вас будет вырабатываться неправильная техника, неправильная амплитуда движений, будет вырабатываться мышечный стереотип, который в дальнейшем будет очень сложно перестроить. Второе. Вы должны быть готовы в силовом плане. Выставляйте нагрузку на тренажере адекватно своим силам и правильно подбирайте время работы. Иначе на фоне усталости у вас будет просто-напросто ломаться техника выполнения, что тоже не есть хорошо. Теперь перейдем к разговору самих тренировок, которые можно выполнять на лыжном тренажере. Первая тренировка – это тренировка технической направленности. Здесь нужно следить четко за техникой выполнения каждого движения. Время работы 2-6 минут. Каждую минуту сменяем ход. Попеременно бесшажный ход и одновременно бесшажный ход. Следующий вариант тренировки – это работа общего силового характера. То есть ставим нагрузку чуть-чуть выше среднего и выполняем работу аналогично технической тренировки. То есть работаем также 2-6 минут. Эту тренировку можно вписать в круговую силовую, то есть сделать как отдельную станцию, либо сделать просто чисто силовой на лыжном тренажере в несколько серий. Третий вариант тренировки – это равномерная аэробная работа. То есть достаточно протяженная работа, наверное, от часу и длиннее. Мы тянем лыжный тренажер достаточно спокойно, равномерно. В пределах первой и второй пульсовых зон можно включить какой-то фильм, либо YouTube-канал и кататься в виртуальном пространстве, либо стоять просто лыжную гонку. Четвертый вариант тренировки – это темповая тренировка. Я обычно включаю какую-то лыжную гонку, выполняю равномерную разминку и начинаю основную часть тренировки. Здесь можно выполнять отрезки различной длины. Интенсивность выполнения должна быть на уровне панно, но не выше. Длина отрезка – 10-20 минут. Если у вас такой начинающий уровень, в несколько подходов суммарно нужно брать около 40 минут работы. Если у вас более продвинутый уровень, можно работать 40 минут и даже чуть больше. Очень хорошо выполнять темповую тренировку, используя роллеры, но здесь единственный минус, что эта тренировка будет чисто одновременно бесшажным ходом. Пятый вариант тренировки – это интервальная тренировка, направленная на проработку вашего МПК. Это заветное слово, на котором гоняются все лыжники. То есть, чем выше МПК, тем вы будете быстрее и выносливее. Вот. Тренировки данные я обычно выполняю, когда включаю YouTube, какую-нибудь запись спринта, и вместе с эфиром выполняю ускорение. Интенсивность выполнения данной тренировки после разминки мы выполняем ускорение на 95-100% нашего темпа МПК. То есть, это около соревновательной темпы или даже выше. То есть, здесь надо прям терпеть, кряхтеть. Такая болеводная тренировка достаточно, я ее называю. Но зато очень эффективная. Длина отрезков здесь может быть от 1 минуты до 3 минут, я рекомендую делать. Длиннее отрезки не стоит делать, поскольку будет у вас падать качество, поскольку пульс, да, у вас будет сохраняться такой же высокий, но мощность движений будет уже падать. Соответственно, на 3 минутах можно останавливаться. Можете, конечно, попробовать сделать 5 минут, но, скорее всего, как я говорю, будет падать качество вашей тренировки. Время отдыха здесь варьируется в зависимости от длины интервала, от 2 до 5 минут. То есть, мы спокойно выполняем откатку. И потом делаем следующий отрезок. Общее время работы у вас должно составлять 12-18 минут. То есть, надо брать общее время работы. В некоторых случаях можно доводить чуть выше. Это уже более продвинутая версия. То есть, если вы продвинутый лыжник. Вот. Такие тренировки очень требовательны к физическим и техническим качествам лыжника. Поэтому нужно быть к ним готовым. Шестой вариант тренировки, который можно выполнять, это тренировка на развитие максимальной мощности. То есть, развитие ваших спринтерских качеств. Это такие короткие отрезки будут взрывные. Выполняем небольшую разминку. И потом делаем короткие ускорения по 15-20 отталкиваний. То есть, время вашей работы не должно превышать 15 секунд. Ставим мощность чуть выше среднего. Но так, чтобы вы могли справляться с этой мощностью. Иначе качество тренировки будет падать. Поскольку вам нужно выполнять такие достаточно быстрые, мощные отталкивания. Соответственно, выберите нагрузку на тренажере адекватные вашим силам. Время отдыха между ускорениями должно быть минимум 3 минуты. В идеале 5 минут. То есть, вы можете свободно откатываться на тренажере. Либо выполнять какие-то другие упражнения на другие группы мышц. Такого же характера, например. То есть, тоже какие-то взрывные упражнения на ноги делать. Ну, то есть, придумайте что-нибудь. Общее количество ускорений таких здесь варьируется от 10 до 20, а то и 30 раз. То есть, тоже здесь все зависит от вашего уровня подготовленности. Обычно я делаю такие тренировки до чувства, когда ваши мышцы становятся такие достаточно пустыми. Вот тогда надо тренировку эту заканчивать. И заключительная, седьмая тренировка, которую можно выполнять на лыжном тренажере, это фарт-лег. Здесь мы выполняем различные ускорения, различной длины и различной мощности. То есть, такая игра скоростей. Это такая тонизирующая нагрузка. То есть, мы равномерно тянем лыжный тренажер и по ходу делаем ускорение. Выполнять ускорение стоит до уровня панно, то есть, даже не доходя до него, поскольку тренировка имеет тонизирующий характер. И здесь длину и количество повторений мы выбираем в зависимости от своего самочувствия и настроения. С лыжным тренажером разобрались. Теперь перейдем к разбору тренировок, которые можно выполнять, используя лыжную резину. Лыжная резина, она будет менее удобная, нежели лыжный тренажер. Но все равно тренировки с использованием лыжной резины выполнять можно и даже нужно. И она в некоторых случаях будет дополнять работу на лыжном тренажере. В прошлом выпуске я снимал упражнения, которые можно выполнять, используя лыжный спандер. Ссылку вы найдете в описании на данный выпуск. Вот эти упражнения хорошо дополняют работу на лыжном тренажере. Эти упражнения можно выполнять как отдельно круговую силовую тренировку специального характера, то есть набирать набор разных упражнений и делать их в определенное количество времени. Я обычно делаю по минуте, сменяю упражнения, то есть подряд прям делаю разные упражнения на разные группы мышц. Также тренировки с использованием лыжного эспандера можно выполнять технической и силовой направленностью, аналогично от тех тренировок, которые я рассказывал про лыжный тренажер. На лыжном эспандере делать длинные аэробные тренировки, темповые, будет достаточно неудобно, и фарт-лэки, наверное, тоже. А вот интервальные тренировки можно делать на лыжном эспандере достаточно качественно и хорошо. И короткие ускорения, наверное, здесь будет даже лучше делать, поскольку резина достаточно эластичная и движение будет у вас более резкие, нежели на лыжном тренажере. И осталась у нас лыжная тележка. Тренировки, которые мы выполняем на лыжной тележке, будут у нас носить больший силовой характер. Они будут узконаправлены, то есть мы будем прорабатывать группы мышц, которые у нас участвуют в одновременных ходах. Здесь данные упражнения, которые мы выполняем на тележке, можно вставлять в круговую силовую нашу, как отдельную станцию, и работать по времени. Также на тележке можно выполнять тренировки на развитие максимальной мощности, то есть мы выставляем умеренный угол, на котором мы будем работать. То есть здесь ставить сильно крутой угол я не рекомендую, поскольку у нас задача делать, работать над мощностью, то есть выполнять резкие движения с максимальным предложением нашей силы. Если будет достаточно крутой угол, здесь резких движений у нас делать не получится. Поэтому ставим умеренный угол, если есть желание, можно пробовать добавлять небольшое утяжеление в виде блина, либо привязывать саму верхнюю тележку за резину, чтобы у вас было натяжение, а когда вы тянете, у вас резина растягивается, и получается дополнительное утяжеление. Это будет гораздо лучше, нежели какой-то крутой угол. С интенсивной сработой мы выполняем 10-15 отталкиваний, достаточно мощных отталкиваний, можно даже, наверное, 8 отталкиваний. Здесь все зависит от вашего уровня подготовки. То есть отталкивания должны быть акцентированы, мы должны вкладываться в каждое отталкивание. Эта тренировка аналогична той, что мы выполняем на лыжном тренажере. Количество повторений примерно такое же, интервал отдыха такой же. Эти упражнения можно делать, наверное, даже лучше делать, когда вы вставляете в какой-то комплекс, то есть прорабатываете в комплексе с другими мышцами. В принципе, на этом у меня все. Я вам показал три средства, которые может использовать лыжник в домашних условиях, в своей подготовке, и рассказал, какие тренировки можно на них выполнять. Друзья, надеюсь, данный выпуск был полезен для вас. Если вам понравилось данное видео, поставьте к нему лайк, в комментариях напишите, какие вы тренировки любите выполнять на лыжном тренажере, а также напишите, на какую тему вам было бы интересно увидеть новый выпуск. А чтобы не пропустить новые выпуски, подпишитесь на наш канал. А пока мы тренируемся, развиваемся и не забываем про спорт. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова